И вот на этом фоне представители бывшего руководства Украины приняли решение о создании Комитета спасения страны. Сегодня о его формировании объявил в Москве экс-премьер Николай Азаров. Члены Комитета требуют проведения досрочных выборов в президентских, парламентских и в местные органы власти. И у них даже есть свой кандидат на пост главы государства. О том, кто он и почему Комитет не желает иметь дело с бывшим президентом Януковичем, Александр Балицкий. Вынужденные покинуть страну сразу после майданного госпереворота украинские политики сегодня всё-таки приезжают хоть и не на Украину, но в Украину. Знаменитый одноимённый отель на набережной Шевченко, пожалуй, самое символичное место, чтобы объявить о создании нового амбициозного и по-настоящему оппозиционного нынешнему киевскому режиму движения. Возложение цветов к памятнику украинскому писателю. Его имя и строки сегодня ещё не раз вспомнят. И только после громкое заявление о возвращении в большую политику. Комитет спасения Украины, тут, правда, многие задумались, а осталось ли ещё что спасать, вместе с бывшим премьером Азаровым призывают к реальной борьбе. Без смены политического руководства страны, без замены их на патриотов Украины, в стране невозможно установить мир, согласие и обеспечить стране развитие. Новая конституция, обязательно с учётом предложений Донбасса, федеративное устройство, восстановление рухнувшей в пропасть экономики, но прежде прекращение боевых действий. Шесть первых шагов, на которых настаивает бывший украинский премьер ради объединения Востока и Запада. Для этого и досрочные выборы парламента и президента. Созданный комитет даже представляет своего кандидата, бывшего депутата Рады Владимира Олейника. Мой великий земляк Тарас Григорьевич Шевченко сказал, доборолась Украина до самого края. Гирше ляхив, свои дети её распинают. Нынешний преступный режим совершил государственный переворот, привёл страну к войне и обнищанию. Как бы я действовал, будучи президентом, сразу же после инаугурации подписал бы указ об отводе войск в постоянные места дислокации. И немедленно поехал бы не на фуршет и пьянку, а поехал бы в Луганск и Донецк, там где страдают люди, там где дети сидят в подвале. Стал бы на колени перед украинским народом и попросил бы у всех матерей Украины прощения за то, что эта преступная власть развязала братоубийственную войну. Общественное движение уже назвали правительством в изгнании. Впрочем, многие из тех, кто в него вошёл, из Украины никуда и не уехали. Так что их имена сегодня называть не стали. Опасно, заметив, что сторонников на Украине с каждым днём у них становится всё больше. И они готовы взять на себя всю ответственность за восстановление страны, при этом не снимая её за прошлые ошибки. А потому в команде принципиально нет и не будет беглого президента Януковича. Я считаю, что этот человек виноват не меньше, а может быть и больше в том, что произошло сегодня в Украине, чем нынешняя хунта, которая захватила власть в Киеве. И место его на одной из камьи подсудимых вместе с Порошенко и со всеми теми, кто сегодня правит в Киеве. В случае возвращения во власть созданный комитет обещает восстановить дружеские отношения с Россией, выгнать из правительства всех иностранцев и наказать виновных в расстрелах на Майдане, в сожжении Одесского дома профсоюзов и убийствах мирных жителей Юго-Востока. Тех, кто стоял за этими преступлениями, здесь хорошо знают. Ну а единственным выходом из гражданского конфликта комитет спасения называет прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском. Но тему Крыма сегодня обойти тоже не получилось. К сожалению, Крым мы потеряли из-за этой преступной власти, которая совершив государственный переворот, разожла межнациональную рознь и оттолкнула Крым и его восток Украины. Кто не скачет, то и Москаль. Это что, такая формула единения? И когда Крым увидел, что на пороге войны он ушел от Украины. Вопросы от журналистов один за другим, в том числе и от украинских. Их Азаров, кажется, ждал даже больше. Вот только призвал услышанное не искажать. Вы каждый день внушаете народу Украины, что ополченцы в Донбассе ради того, чтобы представить киевский режим каким-то агрессором, обстреливают свои собственные города, поселки, дома разрушают. Скажите, неужели вам самим не стыдно и у вас душа не болит? 6,5 тысяч живых домов, 6,5 тысяч живых домов, вам никогда в жизни их не построить. Спросили украинские репортеры о нынешнем гражданстве Азарова. Вопрос бывшего премьера не смутил. Я вот с этим вот ездил, так вот он, и не расстаюсь. Интер, ну-ка снимай, где ты? А на вопрос уже западных журналистов, нелогичнее ли было представить политическую программу в Донецке или Луганске, руководители Комитета спасения ответили коротко. На юго-восток они обязательно приедут, но только через Киев. Александр Буалецкий, Евгений Кириленко и Сергей Солдатов. Вести.